Приветствуем наших зрителей, приветствую тебя, Полина, на нашем очередном заседании цикла «Условное гладание на эфирных маслах». Ловлю себя на мысли о том, что каждый раз, когда мы садимся перед камерами, чтобы обсудить ту или иную тему, мне каждый раз хочется начать одними и теми же словами, а именно «Сегодня у нас, пожалуй, самая больная тема». Да, это точно. Все темы у нас какие-то больные. Когда мы разбирали интоксикацию, я сказала, о, это самая больная тема, да, это жесть просто. Когда мы разбирали проблемы аутоиммунного характера, я сказала, о, это вообще сплошь и рядом, да. Сегодня у нас соматологические, и я говорю, о, это больная тема. Тема, ну, наверное, надо честно сказать, что эту тему я называю больной по своей личной причине, а именно потому, что я с самого детства была человеком ущербным с точки зрения стоматологии. Я не стесняюсь говорить, что это мои неродные зубы, да, которыми я улыбаюсь. А я стесняюсь. А я нет. Я не стесняюсь. Я за естественный подход, и зачем же я буду обманывать? Все равно это рано или поздно вскроется. На какой-то фотографии или при какой-то личной встрече, на каком-то видео, все равно будет заметно, что это не мои родные зубы. Но меня это абсолютно не смущает, и я хочу рассказать свою стоматологическую историю. Буквально вот с самого детства меня начали преследовать болезни зубов, но боль в самом прямом смысле, и мама со мной просто измучилась. Она таскала меня по стоматологам, начиная там вот прям, наверное, лет с пяти, наверное, да. И весь свой школьный период, я помню, что это постоянно были звонки в стоматологию, меня мама все время записывала, там, то удалить, то лечить, и это было просто мучительно. Я, это мое детство окрашено черным цветом, именно с точки зрения стоматологического кабинета. Я ненавидела это все. Но это была реальность. И свой первый зуб я потеряла, я имею в виду сломала передние зубы, когда я училась в девятом классе, уже в школе. Я занималась спортом, у нас была тренировка, летняя тренировка на лыжероллерах. Мы очень активно там катались по асфальтовым дорожкам на этих лыжероллерах. И я натерла себе мозоль на руке лыжной палкой, потому что без перчаток каталась. Я пошла в раздевалку, чтобы перебинтовать этот мозоль, забинтовала бинтом, и так, зубами так, хренак, хотела его разорвать, оторвать этот бинт. И вместо бинта оторвался зуб. Я пришла с тренировки домой без зуба. С его половинкой или его там одной третьей. Для меня это был вообще траур, потому что надо было идти ходить в школу. Правда, это были каникулы, по-моему, в школу не надо. Но, тем не менее, жить-то надо было как-то, а зубы нет. Поэтому вопрос замены этого зуба уже стал довольно рано. И потом они начали просто один за одним вот так себя вести, и сломался второй, потом третий, четвертый. И все время палками какими-то? Нет, один зуб я сломала соленым огурцом. А, то есть еда была причиной того, что... Да, я просто откусила соленым огурцом, и я сломался еще один зуб. Да, сейчас это я вспоминаю со смехом, но, наверное, это потому, что просто так легче жить, когда смотришь на эти ситуации со смехом. И весь свой институтский, пока я была студенткой, свой институтский период, я тоже помню, что я постоянно записывалась к каким-то стоматологам, протезистам, ортодонтам или как там их еще назвать, и что-то там все время себе вставляла. Все это было тогда ужасное, какая-то пластмасса, какие-то там вообще нереальные зубы нечеловеческие. Даже был период, когда это были вот эти вот металлические. Вот это было, когда такое было модно. Ну, в общем, не буду углубляться в дебри. И это проблема всей моей жизни. И, собственно, когда меня вот это вот все донимало, всю мою сознательную жизнь, то есть это же не просто были сломанные зубы, это явно была проблема во рту, которая выражалась в том, что и десны были не совсем здоровыми, да, они там были то припухлыми, то они кровоточили, это и запах был какой-то нехороший изо рта периодически. И, в общем и целом, это было просто состояние большого неблагополучия во рту. И я все время жутко завидовала людям, у которых здоровые зубы, у которых свои зубы, которые могут улыбаться вот так, вот так туда до затылка, на выворот всеми своими, там, 38 или сколько их там зубами, мне это было недоступно. Вот. И я задумывалась тогда, а почему? А почему вот у Зины здоровые 32 зуба, там, 36, да, а у меня нездоровые и мало уже своих. Почему? В чем причина? Ну, я тогда не находила ответа, это было давно. Я тогда не знала ответ. И только когда я стала изучать натуропатию, в частности, книгу Марвы Агоняна «Экологическая медицина», и узнала про скопление гноя в порох костей черепа, и что этого гноя там у взрослого человека накапливается аж до двух стаканов, и что этому гною куда-то нужно выходить, вот тогда до меня дошло, что это такое. Вот оно. И этот гной, он все время разрушал зубы, он делал вот это неблагополучие во рту, и он давал этот запах, и вот оставалось только выяснить, откуда он взялся, этот гной в порох костей черепа. Я стала читать дальше, и очень быстро я нашла ответ, что этот гной образуется от того, что мы питаемся по большей части загрязняющим образом, и наш зашлакованный организм благополучно накапливает, накапливает и накапливает эти отходы в виде вот этой самой слизи, которая превращается в гной в самых разных местах и частях тела. Ну, мне вот не повезло, у меня это скопление гноя оказалось в порох костей черепа. И теперь я уже прекрасно понимаю причину основную, источник этого гноя. Это молочное детство. Это все, чтобы вся еда была связана исключительно с молоком и молочными продуктами. То есть это молочные каши, это молоко, это только вареная еда, очень мало сырой. И вот это вот и есть источник слизи. Молочный белок, казеин, который очень трудно расщепляется человеческим организмом, и нерасщепленные остатки превращаются в слизь и откладываются в виде гноя в различных частях тела. Вот, то есть, когда была ясна причина, стало все понятно. И когда во время моего первого очищения по огоням я увидела, как этот гной начал выходить из десен и спускаться просто по зубам в виде вот прям этих потоков зеленого и желтого цвета, я прошу прощения за такую натуралистическую картину, но я всегда говорю, что очищение – это чистилище, это встреча со своими отходами лицом к лицу. То есть, вы видите все, что у вас накапливается. И когда этот гной попер, и я его чуть ли не руками вынимала, вычищала, и вот этими всякими нитями, чем только можно было, вот тогда я поняла, какое я замечательное сейчас дело делаю, что я избавляю свой череп от этого избытка гноя. И потом мне стало понятно, почему у меня мигрень постоянно. Да потому что это давит, это давит, это передавливает все ткани, и возникает сильная боль. Но это вот моя история, да, прошу прощения, что я так на ней задержалась, правда, очень болезненно. И теперь я хотела бы, Полина, чтобы ты тоже рассказала свою стоматологическую историю. Ну я, конечно, не буду сейчас, мы можем соревноваться, у кого хуже, да, но я расскажу, чтобы не так было все это страшно, я расскажу просто в общих чертах, вот. У меня история, как вот сейчас я вижу, похожая, да, вот, что все начинается с детства, да, что... Я вот, кстати, так не анализировала как-то глубоко, что это вот молочное там детство. Я не знаю, как бы, я вот так... Может, вот я сейчас тоже сяду и проанализирую, вот. Но я сейчас хочу вернуться к фактам, да, что было со мной. То есть где-то, вот, я припоминаю, даже я это могу припомнить, может быть, тоже года в 4, вот, может быть, в 5, я прихожу из детского сада домой, мама на меня смотрит, я открываю рот, и у меня там половины зубов нету, причем, ну, они молочные еще были, да, но мама в ужасе, вот, а что ты сделаешь? Там родители спрашивают, что случилось? Я говорю, у нас вот зубной врач приходил из поликлиники, и вот то, что вы видите, вот он со мной сделал. И я думаю, что вот это тоже было, на самом деле, одной из причин, потому что слишком рано вырвали просто очень много молочных зубов, и, конечно, те, ну, то есть, как природой задумано, да, что коренные зубы, они уже навсегда, они уже там тебе служат всю жизнь. И чем раньше у тебя молочные вырывают, тем меньше служат тебе коренные. Вот. А зачем они это сделали? Зачем они это сделали? Я не знаю, что таковая врач была, наверное, что просто вот она посчитала, что вот это все уже можно удалить, или они шатались, я не знаю. Короче, я просто помню вот этот вот факт, что в какой-то день мне удалили, и все. Я потом жила у нас, как бы, с пустым ртом ребенок. Вот. Потом, конечно, наследственное, тоже очень важный момент, да, что у меня там, как бы, у дедушек и у бабушек такие были проблемы, вот. И поэтому я тоже считаю, что это, как бы, один из факторов. Вот. Ну, и кроме того, то, что я уже рассказывала, да, что в связи с аутоиммунным заболеванием меня пичкали там просто тоннами антибиотиков, я тоже сейчас, как бы, анализируя это все, думаю, что там тоже скопились все токсины, то, что эти все лекарства, да, они все скопились в этих деснах. Вот. Ну, и плюс еще вот у меня был другой факт, что где-то лет 14 я простылась очень сильно. Вот у меня был тогда очень страшнейший такой гайморит. У меня там были воспалены узлы, лимфоузлы. И все это вылилось потом в то, что у меня был парадонтоз. То есть вот тогда, я помню, еще ребенком, меня водили тоже к врачам, мне какие-то лекарства давали, какие-то примочки я себе ставила на десны, чтобы они не кровили, чтобы вот это воспаление снять. И все это было уже тогда. Да, естественно, с этим багажом я пришла уже в свое, говорится, зрелое состояние, вот. И уже где-то лет в 35, когда я уже переехала в Германию, вот, я пришла к врачу, к зубному, и она мне посмотрела, там сделала рентген, и говорит, у вас там в некоторых дубах вообще куски инструментов лежат. Ну, то есть обламывалось, видимо, что это какие-то железки. И вот она мне говорит, все, сносим все, и мы постепенно там снесли много зубов, там пересделали коронки. В общем, то есть вот, да, у меня тоже был такой опыт. Вот, а сейчас, ну, вот это, что я хочу сказать, что это все очень долго держалось, и вот сейчас уже мне около, сколько там, 52, да, вот сейчас они потихонечку начали эти коронки отваливаться, там, или что-то происходить, там зубы начинают там себя проявлять, что что-то не то, вот. Но сейчас, как бы, да, я уже понимаю, тоже я склоняюсь к твоей версии, что это все из-за того, что мы неправильно питались, да, и что УГ, оно как бы, то есть условное голодание, оно как бы обострило все это, к сожалению, да, и пришлось, ну, потерять что-то, да, то есть я на самом деле подумала, что действительно, если мне, как говорится, на чашу весов один зуб и мои проблемы вот с суставами, да, то есть я счастлива, что у меня проблемы с суставами решились, если я, хотя с другой стороны, там, может, я потеряла зуб, вот, потому что все это действительно начало выходить, и там какие-то запустились очистительные механизмы, и это привело тоже к такому, к потере, например, да, зуба. Вот, поэтому, конечно, это все тяжело, вот, но, опять же, вот, я, может быть, забегаю немножко вперед, то, что мы хотели рассказывать, что масла вообще это наше такое спасение, которое даже здесь нам предлагает массу вариантов, как безопасно, да, выходить из ситуации вот такого характера, как у нас с тобой произошло. Ну, сейчас-то да, мы уже хотя бы можем убирать боль и снимать воспалительный процесс с помощью эфирных масел, но, окунаясь буквально на несколько лет назад, когда мы еще не знали, что существуют эфирные масла, я помню, что это была очень острая ситуация, вот тогда, во время очищения, когда десны воспалились, и вот пошел гной, и там стало кровить, это была очень острая ситуация, и, между прочим, я с тех пор, ну, как я узнала, что вот это вот так, именно вот так это происходит, во время очищения обостряется эта проблема, я стала большое внимание уделять тем сообщениям, которые приходят от людей, именно по вопросам стоматологии, и практически все, практически все, кто имеют какие-то более или менее там значимые проблемы с зубами, и даже те, кто их не особо-то и имеет, практически все указывают на то, что десны ведут себя не совсем так, как в обычной жизни, во время условного голодания, то есть во время очищения они однозначно набухают, и из них однозначно что-то выделяется, либо хочет выделиться, либо это откровенный гной, либо какая-то жидкость, либо они кровят, но что-то происходит в большей или меньшей степени, и я теперь понимаю, понимаю, что даже если у человека здоровые зубы, не факт, что в его голове нету вот той самой слизи или гноя, у него наверняка может быть насморк периодически, может болеть голова, может быть у него случается какой-нибудь отит иногда, там ангина, или что-то, с органами черепа, в области черепа, и это опять говорит о том, что вот про те самые пресловутые два стакана гноя, как бы это страшно не звучало, но он действительно, видимо, присутствует, я предполагаю, что вот кто сейчас слушает нас с тобой, и они могут у меня спросить, ну и что, Бая, ну как вы избавились от своих двух стаканов гноя, за время вот этого, вот этого вот вашего, там сколько шестилетнего, или сколько вы там очищались, я хочу, ну я не знаю, с одной стороны, это может быть будет некоторое разочарование для людей, но с другой стороны, мы должны смотреть правде в глаза, что вот эти самые два стакана гноя, это не просто так взял их шприцом, откачал и все, и пошел со здоровыми зубами, это проблема, которая наживалась с человеком в течение, извините, 50, в моем случае, 53 лет, вы понимаете, что такое 53 года, по современным меркам, это больше половины жизни, по современным меркам, то есть больше половины жизни было потрачено на то, чтобы накопить этот гной, и теперь прошло всего лишь там 6-7 лет, которые, за которые я пытаюсь его вывести, поэтому само собой, я его не вывела весь, и я сильно сомневаюсь, что его вообще можно вывести весь, весь, я думаю, что все равно какие-то загрязнения, они будут до самой нашей смерти присутствовать в тех или иных частях тела, но вопрос не в том, что они присутствуют, или не присутствует, вопрос в их количестве, дело в том, что когда количество загрязнений зашкаливает и становится уже угрожаемым для жизни, тогда организм реагирует вот как-то, каким-то взрывом, это может быть какое-то страшное заболевание, вплоть до онкологии мозга, это может быть просто заболевание, вплоть до острого респираторного, вирусного, или какой-то ангины, или еще чего-то, это может быть в виде пардонтозы, и так далее, то есть проявления могут быть разные, но если мы работаем над этой темой, если мы стремимся сделать свое питание максимально естественным, если мы очищаем себя и периодически, и просто в течение каждого дня, следя за своим питанием, то мы постоянно работаем над минимизацией этих рисков, этих угроз по этим самым страшным вещам, и мы держим этот уровень токсинов или шлаков, может быть, ниже, скажем так, и ниже, ниже, и ниже, мы не даем ему стать критически опасным для нашего здоровья, для нашей жизни, и вот о чем, и очень часто люди жалуются именно на обострение пардонтоза, либо спрашивают, а можно вылечить пардонтоз с помощью условного голодания, мой ответ всегда, он никогда не бывает категоричным, да, можно или нет, нельзя, условное голодание, это всего лишь один из инструментов, да, который мы используем на пути оздоровления, а путь оздоровления, он широкий и большой, и там мы используем самые разные мероприятия, поэтому вот так, это было бы очень примитивно сказать, да, условно голодай, и у тебя не будет пардонтоза, это примитивный ответ, он некорректный, и так нельзя говорить, живи здоровой жизнью, стремись к здоровью, стремись к очищению себя, стремись к естественному питанию, стремись вместо лекарств использовать эфирные масла и натуральный, чистый, природный продукт, и тогда ты получишь вдохновение от остроты своего диагноза, возможно, утихнут боли, возможно, симптомы будут менее выраженными, возможно, у тебя вообще наступит ремиссия, и ты вздохнешь с облегчением, что нет остроты ситуации, вот что я думаю, А что ты думаешь по поводу того, насколько реально вообще избавиться от проблем стоматологических с помощью вот этих вот наших мер, в том числе эфирных масел, что ты вообще думаешь по этому поводу, насколько здесь приговор как это, обратимый, необратимый, вот, твое мнение. Ну, про приговоры мы уже в прошлый раз говорили, да, про заболевания касались. Конечно, организм наш, это, ну, хотя сейчас вот такая тенденция есть, что сравнивать нас с биороботами, да, людей, вот, но мы как бы все-таки такие очень сложные, если уже биороботы, то очень сложные, и тут, конечно, просчитать все ходы-выходы невозможно, вот. С другой стороны, есть наша реальная жизнь, да, мы все погружены в эту суету, в нашу повседневность, мы все живем в этом не очень экологически чистом мире, мы не можем переселиться на Марс, да, и там где-то что-то новое осваивать. То есть нам нужно, конечно, исходить из реальности, что идеальных условий, к сожалению, у нас нет. Если бы были идеальные условия, то, может быть, и был бы идеальный результат, мы бы там, как говорится, избавились и от этих двух литров, вот, и, да, то есть все зависит от человека, насколько у него есть целеустремленность, да, достигать каких-то результатов. Вот, поэтому вот у меня была просто, ну, я уже рассказывала, да, что вот боль, она была для меня, как бы таким мешающим фактором, что я вот прям все, вот все свои силы положила на то, чтобы от нее избавиться, вот в другом случае, да. Да, если же проблема мучает человека, да, вот, то можно действительно просто последовательным быть и можно достичь очень хороших результатов. Вот, и как бы в том числе с маслами, потому что, ну, я была только один раз на УГС с маслами, вот, поэтому у меня особых больших результатов нет, но я уже себе выписала определенные рецепты, вот я даже, может, хотела сегодня это упомянуть. Да, конечно. И, как бы, у меня есть планы, да, как я буду себя оздоравливать, что у меня уже, я буду послать у себя в коллекции масел, да, что я уже испробовала, я вот расскажу. Огласите весь список, пожалуйста. Хорошо. Значит, я тогда начну про масла уже, да? Да, да. То есть мы уже страшную историю порассказывали, сейчас будем говорить. Да, теперь переходим к хэппи-энду. Да. Значит, ну, что я испытывала на себе, да? Во-первых, я, конечно, запаслась всем потенциалом, который предлагает фирма Дотера. Ну, я сейчас, наверное, расскажу о том, что я очень активно использовала на УГС на последнем, да? Поскольку я это все сочетала. Вот. Значит, я запаслась даже ниткой, которую предлагает Дотера. То есть у Дотера есть такая серия, как бы, которая, да-да-да, такая у меня была, она закончилась. Серия продуктов, эта серия называется Онгар. Почему? Потому что это переводится как на страже. Вот. Кстати, да, ты меня опередила, я тоже хотела. У меня вот такая побольше, побольше, сейчас, секунду. Вот такая у меня здоровая штука, тут почти 500. О, класс. А у меня маленькая только паста. Ну, вот у нас так как пробник твоя вариация предлагалась. А. Это основное, вот она у меня хватает где-то, ну, поскольку я часто пользуюсь, на квартал. Вот. Потом у нас вот зубная паста вот так вот выглядит. Это, наверное, подбеливающая? Подбеливающая, да? Я не знала об этом. У нас других вариантов просто нет. А. Вот. У нас такая. Да. Ну, неважно. Главное, что в составе те масла. Да, да. Я хотела вот это как раз сейчас озвучить. Да, да. Что, как бы, я думаю, для многих не секрет, что вот такие, даже сами растения, не только в виде масла, да, как гвоздика, как, что у нас, чайное дерево, да, вот эти элементы, они, как бы, стоматологи, применяются в стоматологических целях, особенно гвоздика. Вот. И эфирная матла, как эссенция, да, она, как бы, еще более мощный эффект имеет. Вот. И поэтому фирма Дотера разработала вот эту смесь Омгард, смесь масел, и она ее практикует. Вот как раз почему все эти называются продукты, да, Омгард, потому что там все это присутствует. Вот. И особенно вот в этой полоскалке, и я даже что заметила, что она, эта полоскалка тоже для профилактики парадонтоза очень хороша, потому что она такая мощная, ядреная. Вот ты просто, ну, меня вот даже язык обжигает немножко, но это так временно, да, то есть ты прямо его заглатываешь, полощешь во рту, и становится такое жжение, но оно проходит, естественно. Вот. И после этого десны вот такие вот напряженные, то есть они держат уже форму и не позволяют, то есть проблема парадонтоза в чем, да, что десны как бы сползают, оголяются шейки зубов, и поэтому, естественно, туда уже начинают бактерии активно попадать, вот, а именно вот эта полоскалка, она способствует тому, что этот процесс замедляется, и вообще он, скажем, наоборот, даже восстанавливается, что вот десны становятся такими крепкими и не опускаются. Вот. Я еще, кстати, нашла рецептик, вот такой я сейчас хотела сказать, что если нету полоскалки, можно сделать практически на базе аптечки себе полоскалку, туда, значит, добавляется на стакан воды одна-две капли вот каждого масла, которое я сейчас скажу. Это чайное дерево, эвкалипт, мята, смесь на страже и лимон. Ну, если нет эвкалипта, можно, я даже не знаю, фунцингейский есть, кстати, эвкалипт, можно его там добавить, и там и мята есть. То есть, вот такую можно себе сделать полоскалку на стакан воды, можно еще туда соду добавить, вот, и очень хорошо будет тоже как профилактика пардонтоза. Вот. Что я еще использовала, ну, у меня, конечно, слава богу, не было никакого гноя, вот, не выходило, но я тоже чувствовала, у меня вот почему-то все это налет на языке образовывался, и у меня там целая была процедура, что я даже специальную щеточку для языка, и тоже все вот эти вот полоскалки я промывала, вымывала, и еще я делала, что я просто брала содовый раствор, и тоже добавляла чайное дерево, и тоже это полоскала, и я еще делала, тоже я где-то вычислила, что само масло, даже обычное растительное, оно такое адсорбент, да, и я брала вот на ложечку там чайную, даже нет, на столовую ложку вот этого масла, у меня было, по-моему, черного тмина, оно тоже хорошее для стоматологии, и туда добавляла, я добавляла только чайное дерево и копальку, то есть онгард я не рискнула, потому что я думала, ну все, у меня там мощное такое действие будет, вот, я для снятия воспаления и вот чайное дерево для того, чтобы, оно же противогрибковое, противобактериальное, вот это я все добавляла, так немножечко пальцем размешивала и вот держала во рту и так вот полоскала, булькала там во рту и потом сплевывала, то есть все, все, что у меня там накопилось, вот, и это тоже мне очень хорошо помогало, то есть, вот, кстати, у меня еще уже дошла до стадии, что у меня имплантаты пришлось делать на некоторые, как замена некоторых зубов, и вот это очень хорошо мне помогало для ухода за имплантатами, то есть у меня раньше было, что они воспалялись, там, я уже бежала к врачу, вот, после вот этого УГЭ у меня вообще вот этой проблемы не было больше, то есть имплантаты ведут себя очень хорошо, вот, то есть я всем вот рекомендую вот эти вот вещи, которые я назвала, использовать в своем, скажем, оздоровлении. Да, и я прям хотела еще свои пять копеек ставить про Капайбу, она нас очень здорово выручила, когда мой супруг занимался протезированием, там тоже такая была сложная история с подготовкой, лечением, там, в общем, было все воспалено на фоне этого лечения, боли были страшные, и вот спасла именно Капайбу, он за все время лечения и протезирования не выпил ни одного обезболивающего таблетки, хотя там врач ему там вот там найс, там что-то, китарол туда-сюда, не было такой необходимости, потому что всегда спасала именно Капайба. И вот она у меня даже это всегда стоит с краю, потому что он подходит иногда прям раз на палец и десна, вот чисто для профилактики, и чтобы он не лазил по всей полке, я специально ставлю ее с краю, да, и чем она вот хороша-то, она мягкая, да, как я уже говорила, она мягкая, она приятная на вкус, и нет никаких проблем, в отличие, скажем, от чайного дерева, мне, например, оно неприятно на вкус, да, или там какой-нибудь там ангар, да, он пощипывает, а вот Капайба очень мягкое масло, но его вообще можно прям чуть ли не, ну, не знаю, как, наверное, питаться даже можно этой Капайбой, настолько она приятная, вот да, Капайба очень выручает, поэтому, когда у меня люди идут в марафон и берут стартовые наборы, а в стартовых наборах нет Капайбы, я всегда им говорю, что, ребята, вот, ознакомились со стартовым набором месяц, да, попробовали, потестировали, делайте следующий заказ, сразу берите Капайбу, никогда не пожалеете, потому что это универсальное обезболивающее, любая боль, неважно какая, зубная, головная, живот, ноги, руки, все что угодно, Капайба это универсальное мягкое обезболивающее, ну, и, конечно, зиндокрин тоже советую сразу брать до кучи на вторым заказом, потому что это тоже, ну, всегда нужно. Я еще хотела вот добавить, поскольку ты уже заговорила про своего мужа, да, я вспомнила про то, как я вот после этого хирургического вмешательства со своими имплантатами, да, то есть, что у меня было еще рассказать, там была вообще такая история, что у меня там делали пересадку костной ткани, и просто челюсть просто не открывалась даже первые пару дней, и мне вот коллега сказала, что она там ложечкой, ложечкой себе там открывала рот, вот, и мне, к счастью, удалось этого избежать, но что я делала, вот опять же, булькала, так сказать, поскольку мне тоже там очень трудно было что-то просунуть в рот первые дни, вот, я могла просунуть только чайную ложечку, опять же, вот я брала масло за базу, такое у меня было, вот этого черного тмина, вот, и добавляла туда капайбу и ладан, по-моему, да, вот, и вот этим капайбу и ладан, они все, можно сказать, съедобные, да, то есть, они, их можно и глотать, вот, и поэтому я вот и полоскала, полоскала, и вот просто проглатывала, потому что было сложно даже сплевывать, вот, и буквально, говорю, через три дня у меня уже челюсти и так оживились, заработало все, и я уже могла спокойно кушать, ну, конечно, не твердую там пищу, да, вот, но это меня очень спасло, а потом я еще, чтобы быстро регенерировалась с Ханей, вот тоже хотела просто это озвучить, потому что, может быть, кому-то это пригодится, да, что я применяла, то есть, я еще поочередно, поочередно, я вот так вот намазывала прямо, когда уже могла открывать рот, я намазывала на десны и изнутри, и снаружи, опять же, копайбой, да, это вообще кто-то сказал, надо примотать к аптечке, и когда вот, да, продается, да, аптечка, и к ней примотать копайбой, потому что она действительно очень-очень важная, очень важное масло, вот, потом я еще чрездавала для, против вот, накопления всяких вот этих бактерий, чайное дерево, и еще я добавляла миру, потому что мира, она тоже очень быстро, помогает очень быстрой регенерации тканей, еще я потом испробовала, у меня появился геропом, то есть, это, что там, бессмертник, да, по-моему, это переводится, не-не-не, геропома, это тысячелистник и гранатовый зернышек, это все время купили, тысячелистник и масло толстой этой гранатой, масло гранатовых зернышек, я даже хотела просто показать, что это необычный такой флакончик, потому что он даже снабжен вот этой, как-то сейчас уже даже, а, вот, снабжен пипеточкой такой специальной, что у других, к сожалению, нет, вот я бы каждому маслу такую пипеточку сделала, да, вот, и это было очень удобно, и экономно его вот этой пипеточкой наносить, и оно такое вкусное, это масло, я даже вот его бы с удовольствием тоже кушала, но его, по-моему, можно тоже употреблять внутрь. Конечно, более того, не можно, а нужно, у меня вот это вообще ритуал. Это меня тоже очень спасло, у меня буквально за неделю там был большой прогресс, и вот все зажило, все затянулись, эти рамки, я просто очень была довольна. Хорошо, что ты упомянула вот про это масло, я как-то про него забыла, потому что я его использую в основном в косметических целях, то есть это, ведь синоним вот этого масла, это же регенерация тканей, это регенерация, то есть восстановление, и как, вот хорошо, что ты напомнила, я-то его применяю для чего, я, во-первых, добавляю его в крем для лица, то есть, как бы, да, регенерация ткани лица, и плюс еще капельку, там, прямо вот, вот так я и делаю, и потом еще размазываю. Это, опять же, для клеточной регенерации, то есть, это символ омоложения, вот так, между нами девочками, да, яропом, вот, то есть, смесь эфирного масла тысячелистника и масла гранатовых зернышек, мы как раз, вот, часто мы, девочки, берем с целью омоложения, вот, но, как оказалось, он же многофункционален, да, и вот в этом плане тоже, и еще я хотела у тебя спросить, но ведь, когда имеем дело с, допустим, пересадкой костной ткани, да, процессом заживления, мы же можем применять протокол костный, ты согласна? Да, да, я согласна, я, кстати, про это забыла сказать, но я его, к сожалению, не делала, потому что я была просто занята там массой вещей, вот, но я, да, я, наверное, вот в следующий раз, мне как раз предстоит, мне предстоит уже очередная операция, да, вот, мне будут там тоже костную ткань пересаживать, и я обязательно, обязательно это попробую, потом и тебе тоже расскажу, я думаю, что должен быть замечательный результат, вот с этим протоколом костный. Обязательно будет замечательный результат, у меня есть доказательства, потому что мой муж однажды сломал ребро, да, он упал со второго этажа, мы на строительстве нашего дома, и сломал ребро, вот, и если обычно это вещь, эти вещи, они заживают, ну, довольно долго, вот, в этом случае, да, мы делали костный протокол, и он, я не знаю, он через неделю уже просто там лазил снова по этажам, и я говорю, ты куда лезешь, что-то вообще-то со сломанным, он говорит, да, я нормально себя чувствую, то есть мы очень быстро миновали вот эту вот проблему, и я считаю, протокол костный в этом помог. я себя уже записала, протокол костный поделать. Да, 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 это прямо туда же, это в стоматологию, потому что, ну, тут без этого никак. Ну, в общем, смотри, мы с тобой, в общем-то, обозначили весь спектр, да, наших инструментов, которые мы применяем, для того, чтобы, во-первых, снижать вот эту токсическую нагрузку на зубы и десны, убирая гной из костей черепа, то есть с помощью условного голодания, с помощью очищения организма, мы учимся, да, у нас на марафоне, как выстраивать свое питание таким образом, чтобы снова и снова не загрязнять себя вот этой самой слизью, и мы учимся правильно применять вот эти вот замечательные инструменты для обезболивания, для костной ткани, для регенерации, для снятия воспалительных процессов, наши эфирные масла Дотера. Напоминаю тем зрителям, которые, может быть, впервые смотрят это видео, да, что у нас есть целый цикл этих видео, они по ссылочкам вверху были указаны, их можно посмотреть, цикл видео из цикла «Условное голодание на эфирных маслах», и мы с Полиной приглашаем всех желающих, которые хотят заниматься своим здоровьем, именно с помощью натуропатических средств, с помощью очищения организма, применения эфирных масел, которые интересуются, как выстроить свое здоровое питание, приглашаем вас на наш марафон, автор которого я и моя соведущая Полина, Полина Бутман, которая как раз отвечает за тему применения эфирных масел, переходите по ссылочке, самая первая ссылка внизу под видео, которая ведет на страничку об этом марафоне, о том, как на него попасть, и контакт Полины там тоже указан. Если у вас есть какие-то вопросы, вам непонятно что-то по вступлению в марафон, по регистрации, по участию, можно вам или не можно, переходите по ссылочке под видео, пишите по линии в Телеграм, либо в WhatsApp, задайте вопросы. Пишите, не стесняйтесь. Даже если вы задаете вопрос какой-то в комментариях, вы, может быть, не всегда сразу, мы сможем ответить оперативно, а если вы пишете на прямой контакт сразу по линии, то это, конечно, сразу более оперативный ответ, и обязательно вы его быстро получите, и разрешите все свои вопросы. На этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. У нас впереди еще следующая тема. И всем, конечно, желаем здоровья, и ждем вас на нашем марафоне. Спасибо, Полина, за участие в этой больной теме. Всего доброго, дорогие зрители. До свидания.